здравствуйте вы смотрите программу специальное интервью с вами мила тарасевич гость сегодняшней программы известный российский художник действительный член российской академии художеств александр шилов здравствуйте александр александрович правильно ли мы понимаем что сегодня вы приехали к нам впервые для того чтобы поддержать выставку животных да именно так конечно я считаю что все небезразличные люди которые так или иначе и могут испытывать чувство любви особенно любви к ближнему своему да а ведь это не только мы с вами люди да это еще и животные тех кого мы приручили ведь это очень важно передавать эту самую любовь от тех кто от тебя зависит они же нам верят значит мы должны возвращать им это внимание и эту веру с лихвой знаете есть такое выражение собаки говорит это последний ангел на земле она может быть слышали такие да но действительно если посмотришь в собачьих глазках настолько преданный взгляд который бескорыстно без всего так сказать готов тебе всегда служить вот мое мнение такое что мы должны научиться служить природе богу да то есть и тогда мы не сделаем ничего не хорошего не адекватного по отношению к этому всему ко всей этой живой субстанции поэтому сейчас я приехал поддержать и в сам у меня у самого авторский проект наша родина россия передвижная выставка с которой я езжу по общем-то городам селам нашей страны необъятные да хотелось бы подробнее узнать о вашем нашумевшим действительно проекция ну не то чтобы нашумел он во всяком случае пользуется интересом потому что знаете что вот действительно дети начинают чувствовать любовь к родине не путем каких-то там спортивных игр или военных да там биатлона танков и так далее а именно природу они начинают любить изнутри понимать чувствовать и готовы ее защищать и разделять ее и главное не портить то есть созидание вот этот процесс созидания он противоположность от потребления которым сейчас так основательно так сказать ну учит нас так сказать социум да вот а здесь как раз созидание бережное отношение при умножении красоты как говорят древние философы государство которое научит своих детей рисовать может быть спокойно за свое будущее понимаете значит нужно раскрыть ребенке творческий потенциал творческий потенциал это прежде всего слово видите творец то есть бог бог он это любовь поэтому такой ребенок впоследствии никогда не бросит собачку на произвол судьбы понимаете то есть здесь все взаимосвязано то есть вот это ниточка иголочка с ниточкой со словом любовь она должна пронизывать человеческую жизнь всю и вот этот ковер должен быть соткнут он уже как за эти вот большая швея до шьет огромный ковер под названием природа земля планета и поэтому от каждого вот этот стежочек он должен быть с любовью сделал вот в принципе такая концепция сегодня вы будете раскрывать творческий потенциал наших юных художников и динцовских расскажите пожалуйста содействует скажем задействует пожалуйста какую работу вы сегодня для них выбрали что будете сегодня знаете мне бы очень хотелось я не знаю как вот они подготовились но мне бы очень хотелось чтобы они привезли свои работы которые они сделали и которыми они гордятся и тогда ребенку если объяснить что улучшить в этой работе так или иначе он будет делать шаг вперед потому что я то всегда могу взять кисть или карандаш и сделать какие-то это там вещи там до изобразительные потому что я это умею потому что я этому учился и мой мое мировоззрение это мое мировоззрение которое сложилось годами и десятилетиями а вот ребенку для первого шага нужно всегда отталкиваться от того что он уже сейчас сам делает и тогда да 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 и тогда туда вот немножко называется вот улучшать 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 он начинает двигаться а то знаете вот некоторые художники делают мастер-класс например стоят пишут все смотрят он то знает что он напишет и все знают что он напишет он пишет они то этого все равно не могут сделать понимаете и и они опять топчутся на месте то есть получать самореклама художник себя показал какой он молодец собственно говоря дети ничего не научились но у них осталась память это уже хорошо конечно то есть в любом случае это ну хороший пример вот но мне бы хотелось чтобы брать руку ребенка объяснять ему и вести его рукой тогда у него это не только откладывается он тогда он становится на шаг ближе к совершенству к воплощению того что он хочет меня полностью с вами согласны да но мы недаром стоим возле такой замечательной картины расскажите пожалуйста о ее создании сколько потребовалось времени на ее создание и что вас вдохновило знаете эта работа это храм иконы тихвинской божьей матери на в днх очень древний храм здесь и патриарх приезжает служить туда неоднократно сама икона находится у входа а гробу юрсалима икона то есть оригинал здесь ее как бы повтор список и эту икону ставили в свое время на кукурузник когда сталин понял что война с немецкими так сказать оккупантами может так сказать быть проиграна он забил тревогу и побежал к матрёны московской и она ему сказала что поставь икону тихвинскую на самолет и сделай седмицу 7 кругов там где расположились войска немецкие и тогда вот он это все проделал тогда они как бы мы прорвали оборону и пришли в контрнаступление представляете то есть судьба россии всегда в духовном восхождении через покаяние вот у него прошло покаяние да он понял что без бога без святых нам не выиграть это зло да как бы и в общем то всегда это в истории именно россии и на первом месте стоит это покаяние и духовное духовное развитие поэтому то что даже вот эти проекты и то что с собачками связанные с моей вот это наша родина россии мой проект это по сути это в любом случае духовный рост детей пониманию что такое любовь и вот общем-то беззаветному служению друг другу да я также знаю что большое внимание вы уделяете именно патриотическому воспитанию подрастающего поколения вот расскажите как проходит именно работа вот в этом направлении ну он понимаете она происходит вот в частности в мастер-классах она происходит на примерах в картинах вот когда у человека у ребенка возникает любовь к своей земле вот как матери или к отцу он становится кем патриотом ведь вот она и есть патриотическое воспитание только не какими-то доктринами и лозунгами да и транспарантами до а через душу через сердце через сердце понимаете тогда это неотъемлемая часть уже всегда ребенок знает что есть хорошо что есть плохо и что это моя родина и что это моя кусочек моей души из чего я соткана он готов и естественно защищать и никогда ее не предаст как давно вы поняли что это ваше призвание сколько лет вы уже этим занимаетесь понимаете вот как я ощутил в себе лет наверное где-то в 20 что когда я смотрю на природу я начинаю плакать то есть вот это вот ощущение и ощущение сопереживания судьбы россии особенно тогда когда нанесет с собой уже исторический энергетический шлейф тех переживаний драматургии катарсисов которые она пережила в воздухе оно все в памяти земля но остается и когда ты это начинаешь ощущать ты понимаешь что именно это тебе надо донести посредством изобразительного творчества на холст вот эти переживания или вот это величие как у шишкина было величие у левитана было переживание то есть вот этот момент вот этот вот симбиоз вот этой разности и в том числе великой державности россии многогранной да нужно было мне под получается через себя выплескивать на холст и вот тогда я понял что это призвание потому что как что такое вообще слово призвание то есть призван на землю выполнить то-то 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 не что-то левее или правее потому что я например и юридические заканчивал вуз и художество этот в гиг тоже вот и много отдал даже с актерством было связано да у меня три высших образования вот и помимо этого еще огромная была спортивная карьера вот но я пришел именно вот живописи понимаете именно да именно к пейзажной живописи портрет я делаю реже гораздо когда мне человек очень интересен да с его внутренним миром вот у природы есть внутреннее содержание это ее судьба земли его надо тоже показать и у человека есть его судьба она написана в его глазах глаза как зеркало души вот в этих вот глазах вот нужно показать его жизнь отношение к жизни совесть в конце концов имеешь или наоборот холодный расчет и так далее вот поэтому вот эти вот моменты художник как раз призван показать что никогда не покажет фотографии то есть внутренняя содержательная часть не простая задача очень ответственно я вспомнила что мы как раз таки не поговорили о времени создания вот данной работы это двенадцатый год а вообще писал эту работу где-то приблизительно около месяца стояла дикая совершенно жара то есть большие отношения сразу делаю а потом вот внутри них уже все остальное так вот натурное где-то около недели описал потом намешал момент самое интересное видите здесь вот стоит молодая мама и девочка и вроде как вот путь к храму да вот это уже закладываются родители понимаешь как тут что-то и читает это очень важно это вот дорожки которые здесь вот разные это дороги жизни получаются примете да вот такая некая взаимосвязь взаимосвязь до взаимосвязь через поколение да ну и в завершении хотелось бы услышать несколько слов возможно опутственных для тех кто сегодня примет участие в вашем мастер-классе какие-то личные возможно пожелания личные пожелания хорошенько подумать и понять на самом ли деле ты хочешь посвятить свою жизнь служению творчеству не искусству заметьте я говорю сейчас а творчеству искусство это совсем другое оно многообразное но порой не всегда идет от добра к сожалению а творчество это всегда творца от бога плюс профессиональный навык который как школа да да должен иметь с собой как багаж понимаете вот вот пожелание такое что если вы согласны тащит вы должны следить за своим образом жизни ты за формировать свою душу иными словами то что художник а особенно на наши примеры художник передвижник помните коему часу трепина выставка например да это же великие мастера ивазовский куинджи саврасов там и так далее поленов величайшие мастера они прежде всего следили за своим духовным миром потому что если духовный мир в человеке развивается у него становится душа большой и необъятный как наше что земля россия а почувствовать россию только можно с большой душой если она у тебя небольшая не развитая к сожалению да ты ее будешь недолюблено и даже не понимать поэтому все великие качества которые дарит нам наша родина наша земля мы можем обрести только тогда когда мы будем стремиться сделаться тоже такими же большими внутри себя спасибо огромное я благодарю вас за интересное общение ну а вы смотрели специальное интервью с вами была милая тарасевич до новых встреч